Продолжение следует... 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 И этот регион, что особенно важно, имеет приоритетную значимость для внешней политики Российской Федерации, то есть в новой концепции внешней политики этот регион упоминается 24 раза, что в разы больше, чем другие регионы. На этом хотел бы передать слово нашему эксперту для вступительного слова Станиславу Александровичу. Прошу вас. Спасибо большое за приглашение и возможность выступить. Большая честь для меня поучаствовать в этой панели, потому что, как модератор уважаемый отметил, я много лет занимаюсь этим регионом. И, конечно же, я имел возможность почитать аннотации предстоящих докладов. Они все касаются очень важных направлений, которые актуальны для региона в целом и во многом предопределяют развитие международных процессов глобальных, потому что, как было заведено, и с точки зрения геополитики классической, все-таки центр Евразии является таким стержневым регионом, где определяется основная борьба за мировое господство. И это не пустые слова, потому что так получается, что даже сегодня, казалось бы, в мире, в котором доминируют высокие технологии, казалось бы, какая-то географическая привязка не должна иметь детерминирующий характер для международных отношений. Но, тем не менее, мы видим обратную ситуацию, что география, геополитика и, соответственно, вся та значимость Евразии, которая выделяет ее по сравнению со всеми другими континентами, остается первостепенной для мировых держав. Я вот коротко посмотрел те вопросы, которые обозначены в качестве ключевых для ответа. На самом деле, ответов там сразу же несколько будет. И с удовольствием послушаю доклады и готов в конце поделиться своим мнением о значимости их и для развития знания общего об этом регионе. Спасибо большое. Спасибо большое. На этом мы предлагаем перейти к первому докладу. Пожилова Наталья Андреевна, кандидат юридических наук, научный сотрудник отдела глобальных экономических проблем и внешнеэкономической политики, ИМИ МОРАН. Тема доклада «Климатическая повестка как новый вектор интеграции на евразийском пространстве». Заранее хочу отметить, что у нас есть определенный регламент. Это 7 минут на выступление с последующими вопросами и обсуждением. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое за предоставленную возможность выступить на данном мероприятии. Тема моего выступления посвящена климатической повестке, на самом деле в большей степени устойчивому развитию, как одному из факторов, который в настоящий момент очень сильно влияет на развитие и политических, экономических и социальных процессов, в том числе юридических. Поэтому, позвольте начать свое выступление с небольшого экскурса в то, что, в общем-то, почему я связываю климатическую повестку вообще с темой пространства. На самом деле климатическая повестка – это не что-то новое, что мы в настоящий момент можем видеть в мире. Это долгосрочный вопрос, который был поставлен уже давно. Одна из целей устойчивого развития, выдвинутая Организация Объединенных Наций. Но также очень сильно, фактор, который очень сильно влияет на пространство и на организацию этих пространств. На слайде я выделила правовое регулирование пространства, которое в настоящий момент уже сформулировано и сформировано в Европейском Союзе как одной из ведущих интеграционных организаций в настоящий момент. Не секрет, что Евразийский экономический союз во многом следует векторам, которые были выдвинуты в ЕС. Поэтому, собственно, пространство в настоящий момент – это уже не какое-то территориальное определение, а уже можно говорить о том, что пространство рассматривается не только как территории, но и как некоторые общности интересов различных государств. В Европейском Союзе термином пространство определяются с момента шенгенских соглашений и пространство по миграции, и вот, как вы на слайде видите, пространство научных исследований, железнодорожного сообщения, авиационного сообщения, в настоящий момент еще и устойчивого развития в связи с зеленой сделкой. И, соответственно, так же, как можно усмотреть на картах, они не совсем точны, потому что формулируются все-таки Европейским Союзом, и вот, на мой взгляд, карта с пространством научного развития, научным пространством исследований, она не точна, потому что они формируют ее на основе статистики по рамочной программе «Горизонт-2020». В настоящий момент у них «Горизонт Европы», и почему-то они, естественно, здесь не выделяют Российскую Федерацию, хотя Российская Федерация и огромное количество исследователей и научно-исследовательских институтов участвовали в свое время в проектах, финансируемых «Горизонтом-2020». Ну, предоставим им такую возможность. Исходя из этого, можно сказать, что и пространства в настоящий момент рассматриваются как с точки зрения формирования их и в рамках устойчивого развития. Таким образом, в Европейском Союзе в свое время была сформулирована так называемая «зеленая таксономия». В 2018 году на ее основании были выделены и акты вторичного регулирования, касающиеся нефинансовой отчетности, различные классификации. В прошлом году таксономия была дополнена еще и газовым регулированием, атомной энергетикой, как проектами устойчивого развития. Но в чем основная причина здесь? Дело в том, что Европейский Союз, он был одной из первых организаций интеграционных, которая сформулировала данную таксономию на международном уровне как общеобязательную. Соответственно, все государства, члены Европейского Союза, были вынуждены следовать этому пути, но, как показала практика, помимо Европейского Союза, если можно так сказать, зеленая экологическая лихорадка хватила и другие государства в мире, и таксономия стала одним из возможных путей взаимодействия как национального уровня, так и в области международных связей. В основном она касается в настоящий момент вот первых пяти аспектов, как вы можете видеть на слайде, но они продолжают работу, и, собственно говоря, есть уже проекты социальной таксономии. На слайде вы можете видеть это, показаны те государства, в которых таксономии уже разработаны или находятся в процессе разработки. Информация немножко устарела, потому что в Казахстане точно так же была принята зеленая таксономия в 2022 году. И, собственно говоря, почему я выделяю вопрос по климатической повестке как один из возможных векторов дальнейшего развития Евразийского экономического союза и вообще вопроса взаимодействия в Евразии. Дело в том, что представленный в 2023 году проект в рамках Евразийского экономического союза, у него есть определенные достоинства и недостатки, как у любого вообще программного документа, это совершенно нормально. При этом, что тоже неудивительно, с одной стороны, достоинства являются его недостатками. Вот, соответственно, данный документ, в отличие от таксономии того же самого Европейского союза, носит модельный характер. То есть он является необязательным, но, собственно говоря, может сподвигнуть другие государства-члены и должен, собственно говоря, сподвигнуть другие государства-члены принять его в качестве основы, несмотря на то, что Россия и Казахстан имеют свои национальные документы, там учитываются их интересы. И, помимо всего прочего, он должен послужить собой примером для взаимодействия в регионе по вопросу устойчивого развития и климатической повестки, потому что на самом деле аккумулирует наиболее развитые практики, то есть учитывает и таксономию Китая, и таксономию АSEAN, как государства азиатского региона. И при этом отражает определенные интересы государства-членов ЕАЭС, в частности, в области газового и атомного регулирования, причисляя их в том числе к проектам устойчивого развития. Поэтому, на мой взгляд, данный документ и данная повестка максимально актуальны, в том числе для того, чтобы налаживать дальнейшее взаимодействие с другими государствами региона. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Наталья Андреевна. Если можно, я задам первый вопрос. Соответственно, вы отметили в своем докладе, что климатическая повестка в рамках интеграции представляет собой общность, совокупность интересов отдельного государства. Как вы считаете, какие перспективы развития климатической повестки в ЕАЭС, учитывая эти самые интересы отдельных государств? И вот в качестве затравки я бы хотел привести такие данные. Как вы знаете, недавно была опубликована новая редакция концепции внешней политики России, в которой климатические вопросы оказались на 65-м пункте 76-е. Пять лет назад, семь лет назад, прошу прощения, они были на 17-м пункте. Соответственно, какие вы видите перспективы именно для интеграционного развития в рамках ЕАЭС? Спасибо вам большое за вопрос, очень интересный. На самом деле, да, с одной стороны, климатическая повестка сдвигается на второй, если не сказать, на какой-то задний план, да, но, к сожалению или, может быть, к счастью, в рамках процессов взаимодействия между государственными членами это долгосрочный вопрос, от которого мы не можем отказаться. Да, у нас есть в настоящий момент, может быть, какие-то более насущные вопросы, в том числе в ЕАЭС, которыми они занимаются, это торговое регулирование. Но, честно говоря, судя по полемике, которая вызвала принятие вот этого документа, потому что они очень долго его обсуждали, очень сильные были дебаты, в том числе с государствами, членами ЕАЭС, у которых нет национального регулирования в данном ключе. Что очень интересно, опять же, в самом документе отдельно выделены направления, которые учитывают интересы России и Казахстана, но нет отдельных аспектов по другим государственным членам ЕАЭС или по каким-то другим, может быть, интеграционным организациям, хотя в сопроводительных записках они давали обоснование, что это сделано в связи с тем, что нет национальных разработок вообще ни в каком не опубликованных, никаких проектов, например, в Армении. Честно говоря, на самом деле, на мой взгляд, данный документ должен послужить определенным шагом навстречу государствам, которые сомневаются или хотят разработать данные проекты, но не знают, в каком ключе им двигаться. Может быть, также это определенный программный документ, на который будет дополнительно, я уверена, что он будет дополнительно совершенствоваться, потому что все документы Евразийской экономической комиссии, они проходят дополнительную потом апробацию. И, кроме того, это модельный документ, то есть он определяет основные направления развития и дальше позволяет государствам уже выбрать какую-то конкретную повестку, что им больше будет интересно. Как правило, вот, например, газовую атомную энергетику они сразу туда включили, в отличие от других интеграционных организаций, которые очень сильно сомневались и лоббировали, страдали от того, что интересы промышленности кто-то лоббирует, кто-то против. И в данном случае они их сразу выделили в приоритет. Даже указали об этом отдельно. Спасибо большое, Наталья Андреевна. Коллеги, есть ли какие-либо вопросы в зале? Добрый день. Прошу прощения. Так, а где тогда мы? Есть вопросы? Нет, нет, это организационный вопрос. Коллеги, вопросы из зала? Нет, если можно, тогда еще один короткий вопрос. Вот вы упомянули, что все-таки в Евросоюзе таксономия носит скорее директивный характер, в ЕАЭС модельный. Вот если коротко, почему вы считаете, что в рамках евразийской интеграции он именно принял такую форму в отличие от Европейского Союза? Спасибо. Да, конечно, спасибо вам большое за вопрос. На самом деле, я думаю, что они это сделали, исходя из того, что было очень сложно договориться. Все-таки в Европейском Союзе у них, во-первых, этот вопрос стоит с момента того, как они зеленую сделку, объявили о создании зеленой сделки, сразу стал вопрос о необходимости классификации проектов устойчивого развития для того, чтобы не страдать, в том числе от отмывания денежных средств, так называемого гринвошинга и так далее. Вот они, собственно говоря, и приняли ее. В данном контексте у них и было, и у них и были программные документы предварительные, у них были и собственные национальные наработки, поэтому они, собственно говоря, и смогли в таком ключе ее принять. В рамках ЕС я думаю, что это на самом деле благо, что, с одной стороны, что они сделали таксономию именно модельной, во-первых, потому что на нее могут ориентироваться государства-члены, у которых нет национального регулирования, она не является, собственно говоря, обязательной для них, чтобы они ее следовали, они могут ее дополнять или изменять. Второй момент, это, опять же, который может рассматриваться как благо, все-таки Евразийский экономический союз до недавних пор особое внимание не обращал вообще на устойчивое развитие, поэтому такой очень осторожный шаг в данное направление, это, на мой взгляд, положительный аспект, нежели если бы они начали с общеобязательных норм сразу. Спасибо большое. Спасибо большое, Наталья Андреевна. Я предлагаю постепенно переходить ко второму спикеру, Захаров Алексей Игоревич. Индийские интересы в Евразии – основные приоритеты и вызовы. Алексей Игоревич является кандидатом исторических наук, научным сотрудником Международной лаборатории исследования мирового порядка и нового регионализма Высшей школы экономики. Вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Всегда очень рад принимать участие в конференциях ММО. Большое спасибо за приглашение, за предоставленное слово. Чтобы не терять время, я постараюсь обозначить основные подходы и интересы Индии на евразийском пространстве. Нужно сказать, что евразийское пространство, то есть континентальное пространство для Индии является достаточно такой проблемной зоной, поскольку, если мы посмотрим на карту, то с северо-западных, с северных, с северо-восточных границ есть очаги напряженности. На северо-западе и на севере это территориальные противоречия с Пакистаном и с Китаем. На северо-востоке различные повстанческие группировки, беженцы, которые пытаются нелегально попасть на территорию Индии. Ну и в целом, если мы берем индийские внешнеполитические и экономические интересы, то можно сказать, что Индия в большей степени является морской державой, поэтому именно на морском пространстве в последние годы, особенно при правительстве на Рендер-Моде, формируются различные правительственные инициативы. Тем не менее, евразийское пространство также присутствует в индийской политике. Если говорить о пространстве Евразии как политическом пространстве, то стоит сказать, что оно здесь не совсем совпадает с теми географическими границами, которые выдвигает Россия в рамках ее концепции большой Евразии. Евразия в индийском дискурсе в большей степени совпадает с территорией постсоветского пространства. Это прослеживается и в общественно-политических дискуссиях, и это видно из структуры построения внешней политики Индии. Достаточно взглянуть на евразийский департамент индийского МИДа, в котором присутствуют все постсоветские государства, за исключением Прибалтики, которые относятся к региону Центральной Европы. Соответственно, если какое-либо внешнеполитическое взаимодействие выстраивается с этими государствами, например, в 2021 году министр иностранных дел Аджи Шанкар совершил визит в три государства – Казахстан, Киргизстан и Армению, то, соответственно, в СМИ это сразу увязывается с некоторой такой попыткой усилить взаимодействие в Евразии, усилить индийское присутствие в этом регионе. Тем не менее, часто можно встретить такие серьезные географические неточности. Например, во время того визита, это был первый визит главы МИД Индии в Армению, и один из журналистов, освещавших этот визит, написал о том, что Индия нашла нового партнера, который позволит усилить ее политическое и торгово-экономическое присутствие в Центральной Азии. То есть в этом смысле то ли речь шла о каких-то инфраструктурных проектах, которые связывают Закавказье и Каспийский регион Центральной Азии, то ли просто об ошибке географической. В целом, конечно, если брать евразийское направление, то большой фокус уделяется взаимодействию с Россией, но ее можно оставить за скобками, как крупного давнего партнера Индии и с Центральной Азией. При этом, конечно, если брать список приоритетов, то Центральная Азия находится где-то во втором круге индийских внешнеполитических приоритетов, как сфера расширенного соседства. Хотя в последние годы на этом направлении есть интересные политические инициативы. С 2012 года развивается инициатива Connect Central Asian Policy, то есть инициатива по соединению с Центральной Азией. И в ней как бы конструктуально рассматривается увеличение сотрудничества по всем направлениям, не только с точки зрения политики и экономики, но и связи между людьми. Это нашло отражение в появлении новых диалоговых механизмов в Центральной Азии. Появились саммиты на уровне глав МИД, саммиты на уровне глав государств. Большое внимание уделяется проблеме Афганистана, проблеме безопасности. Но тем не менее, как мне кажется, то, чего не произошло, не произошло увеличение индийских экономических интересов в регионе. Если мы посмотрим как на торговый оборот, так и на индийские инвестиции, то они находятся на незначительном уровне. Торговый оборот в максимальные годы достигает приблизительно 2,5 миллиардов долларов. По итогам прошлого финансового года он лишь приближался к 1,5 миллиардам. Что касается инвестиций, то есть инвестиционные проекты в Казахстане и в Узбекистане. В абсолютных величинах индийские вложения достаточно невелики. Есть попытка увеличивать экономическое присутствие через выделение кредитных линий, через выделение грантов странам государства. Но, как правило, это превращается в большей степени в политическую акцию, поскольку о судьбе этих кредитных линий и грантов впоследствии не сообщается. То есть здесь намерения несколько превышают содержательную часть политики. Ну и еще один аспект, о котором я хотел бы сказать, это попытка действительно получить транспортную связь, связанность с регионом. Из-за того, что для Индии есть необходимость обходить Пакистан, в этом смысле большое значение играет территория Ирана, и которая воспринимается как такой логистический хаб и возможность выйти на рынки не только Центральной Азии, но и России и дальше Восточной Европы. В этом смысле, конечно, вот то увеличение фокуса на этом вопросе со стороны российских официальных лиц, так и российского бизнеса играет, как мне кажется, положительную роль. Действительно, если удастся достичь развития в тех проектах, которые запланированы в рамках коридора Север-Юг, то у Индии есть шанс получить работающую транспортную инфраструктуру и получить, в общем-то, работающие механизмы торговли со странами региона. Здесь, конечно, есть трудности, поскольку, в принципе, это развитие не сильно сейчас зависит от Индии. Индия развивает проект терминала Шахид-Бихешти в городе Чабахар в Иране, и на этом, в принципе, ее вклад в развитие транспортной инфраструктуры заканчивается, поэтому здесь, по сути, возможности для развития, а именно соединение вот этого порта с Туркменистаном и дальше выход на железнодорожную инфраструктуру стран Центральной Азии и России, он будет зависеть в большей степени от Ирана и тех инвестиций, которые готовы вкладывать российские компании. Но интересен тот факт, что, опять же, если рассуждать об индийском приоритете морского пространства, то и здесь Индия вкладывает значительные ресурсы, точнее, не вкладывает, на самом деле ресурсы незначительные из-за американских санкций, но, по крайней мере, пытается вложиться в порт. Здесь как раз-таки опять встает вопрос о том, что для Индии приоритеты на море важнее, чем приоритеты континентальные. Здесь можно привести и другой пример, попытку несколько вовлечь Россию в свое геополитическое видение морского пространства. Эта попытка была в 2019 году, когда на рендер-моде во время визита в Владивосток назвал его местом слияния Евразии и Тихого океана. Ну и, в общем-то, с тех пор получил новый импульс дискуссии о том, чтобы, скажем, сделать более регулярным морской коридор между Владивостоком и Чиная. То есть, опять же, некоторая такая попытка соединить евразийское пространство через морские пути и, в общем-то, добавить некоторый такой морской компонент к этой... Просим постепенно к выводам переходить. Да, да. Ну и, в общем-то, по сути, я на этом остановлюсь. Спасибо. Спасибо большое. Сразу хотел бы сходу задать несколько вопросов. Есть ли у Индии какая-то гранд-стратегия в плане представления о регионе Центральной Азии? Возможно, она не будет как-то сформулирована в рамках каких-нибудь стратегических документов, но среди представителей элит, есть ли какое-то представление об этом регионе, как политические элиты Индии хотели бы видеть этот регион с точки зрения индийской внешней политики? Это вопрос номер один. Второй вопрос. Можно ли назвать политику Индии в регионе Евразии точечной? И в случае отсутствия какой-либо стратегии. И вопрос номер три. Среди регионов расширенного соседства. Как бы вы расставили приоритеты во внешнеполитической стратегии Индии? Спасибо. Большое спасибо. Очень интересные вопросы. Ну, что касается первого вопроса, то постоянно звучит, ну, как бы, если рассматривать такие вот в широком смысле стратегические интересы Индии, то постоянно звучит, ну, как вы знаете, тезис о том, что в Евразии необходимо не допустить гегемонии Китая. И, наверное, это для Индии, если брать такую гранд стратегию задачи номер один. При этом, как бы, Россия, несмотря на то, что многие эксперты говорят о снижении ее влияния, ну, прежде всего, это речь идет о регионе Центральной Азии, по-прежнему видится, как мне кажется, основным партнером в этом регионе, с которым можно сотрудничать по вопросам безопасности. То сотрудничество, которое, как бы, виделось с точки зрения экономики, как мне кажется, сейчас потеряло свой импульс. Хотя, конечно, переговоры возобновились. Сейчас есть, в общем-то, тезис о том, что страны запланировали активизировать переговоры о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией. Это вот буквально на этой неделе во время визита Дениса Мантурова в Индии и большой делегации было сказано. Но, в общем-то, по экономическим вопросам пока что, как мне кажется, получается несколько хуже. Насчет точечной политики я согласен. Ну, как мне кажется, политика достаточно точечная. Не всегда, в общем-то, есть какая-то последовательность. Как я уже упоминал в выступлении, есть исполнение тех обещаний и амбиций, которые высказаны. А насчет третьего вопроса, конечно, здесь сложно как-то ранжировать, но совершенно точно здесь есть как бы некоторый такой парадокс в том смысле, что Центральная Азия географически, ну или, допустим, Евразия географически ближе, чем, например, вот я просто сейчас изучаю Латинскую Америку, индийские интересы там, чем некоторые отдаленные регионы, при этом индийское присутствие там больше. И как бы у Индии там больше, по крайней мере, экономических интересов совершенно точно. Ну, возможным ответом на это может быть тот факт, что здесь такими двигателями индийской внешней политики являются частные акторы. То есть просто индийский бизнес, индийские крупные компании, они более активно действуют в этих регионах и тем самым как бы обозначают индийское присутствие. Поскольку вот если мы даже посмотрим на инвестиции, то только в Бразилии у Индии 6 миллиардов. долларов инвестиций. А в Центральной Азии, допустим, в Казахстане совокупные инвестиции с 2005 года всего лишь 360 миллионов. Поэтому здесь, как мне кажется, вот многое зависит от той инертности со стороны частного сектора, который в Индии, ну, в экономическом смысле играет более важную роль, и какого-то нежелания выходить на региональные рынки Евразии. Спасибо большое. Есть ли у аудитории какие-нибудь вопросы? Хорошо. Алексей Игоревич, большое спасибо за выступление. У меня небольшой комментарий и вопрос. Все-таки мне кажется, что Индия позиционирует себя в качестве морской державы и пытается этого статуса добиться, его укрепить, но нам все-таки она очень связана с континентом и улит. Континентальное мышление, на мой взгляд, все-таки доминирует, хотя этот тренд пытаются переломить последние 20 лет. И вопрос. Вы упомянули о таком выделении региона, как постсоветские страны в индийском мидии и так далее, но все-таки индийцы в академической среде, на политическом уровне привыкли использовать термин Евразия. Они мыслят в таких категориях или считают те же Центрально-Азиатские республики частью Индо-Пацифики, не имеющие выход к морю? Потому что я с таким встречался гораздо чаще, чем с понятием Евразии, евразийского пространства. Ну это звучит красиво. Мне кажется, такое описание не доводилось встречать, но в целом, как мне кажется, термин Евразия однозначно звучит реже, чем у нас. И здесь можно даже посмотреть, если говорить об академической среде, на то, как это освещается, как это пространство изучается в индийских университетах. Там все-таки по-прежнему идет фокус именно на постсоветском пространстве. И программы, которые существуют, они как бы объединяют Россию и Центральную Азию. При этом как бы Закавказье там тоже упоминается, но оно упоминается как минимум не в названиях департаментов. Но это я вот сейчас просто думаю о GNU, крупнейшем центре изучения региона, который как бы в советские годы назывался, там у них назывался департамент Центром России и Восточной Европы, затем Центром Советских и Восточноевропейских исследований. То есть это было какое-то такое сочетание Советского Союза и Восточной Европы, но затем они больше сфокусировались на том, чтобы изучать именно Россию и Центральную Азию. Есть в университете Мумбаи департамент изучения Центральной Евразии, но в нем как бы тоже все-таки больший фокус делается на Центральной Евразии, и в понимании Центральной Азии плюс России. Поэтому, как мне кажется, вот термин Евразия звучит все-таки не так часто, и он как бы несколько появляется, может быть, даже под воздействием такого желания несколько быть поближе к российскому дискурсу. Спасибо большое. У нас еще давайте тогда два вопроса соберем сразу. Алексей Владимирович, еще один вопрос у нас есть. Спасибо. У меня не вопрос, у меня буквально прям пара слов. Пояснению тезиса, да, просто мой опыт общения с индийцами, по крайней мере с индийскими экспертами, говорит о том, что они рассматривают вообще евразийство исключительно как такую российскую штучку и Центральную Азианскую. То есть они не включают туда ни Восточную Европу, ни Китай, ни там Ближний Восток. Это вот исключительно там, да, у России свои интересы, у Центральной Азии свои. Ну, собственно, и все. Остальных там мало интересует. И да, еще у нас вопрос один. Спасибо за ваше выступление. Я Айвазиан Диана Степановна, я старший научный сотрудник Института Европы РАН. Подскажите, пожалуйста, какие у Индии торговые партнеры в Евразии? Я имею в виду экспорт-импорт, об инвестициях вы сказали, с учетом всех особенностей, о которых вы рассказали. Все-таки я думаю, какие-то основные торговые партнеры должны быть в Евразии и какие-то страны. Ну, сейчас можно с гордостью сказать, что основным торговым партнером это Россия, поскольку за прошедший год очень сильно увеличился торговый оборот. Ну, в основном, конечно, за счет экспорта российских углеводородов, удобрений. Там есть повышение с точки зрения экспорта алмазов. Но там для индийцев есть некоторый болезненный момент в большом дисбалансе этой торговли в сторону России, поскольку, если посмотреть на динамику, то, собственно, индийский экспорт не сильно увеличивается за последние годы, а вот это увеличение торгового оборота произошло исключительно за счет роста импорта. С остальными странами, ну вот, из центрально-азиатских наибольший товарооборот с Казахстаном, порядка 500-500 миллионов долларов, это из центрально-азиатских стран, ну, крупнейший торговый партнер. По-моему, Узбекистан немножечко уступает по этой статистике. Там тоже речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов, порядка 300-400. Но с остальными странами он достаточно незначительный. Насчет стран на Закавказье я, честно говоря, не помню, но предполагаю, что там тоже не очень большие цифры. Поэтому в этом смысле вот в экономическом плане не совсем понятно, в чем заключаются индийские экономические интересы, и является ли проблемой только вот невозможность неимения постоянно действующей логистики. Не исключен тот факт, что даже с появлением транспортной связности увеличение торгового оборота произойдет как минимум не сразу, а может быть и не произойдет так значительно, как это преподносится вот со стороны официальных лиц. Спасибо большое, Алексей Игоревич. Я так понимаю, что мы переходим к следующему докладу. Следующим докладчиком будет Сергей Владимирович Ростольцев, младший наш сотрудник Центра международной безопасности МАМОРАН. Прошу вас, Сергей Владимирович. Спасибо большое. Мой доклад будет посвящен тому, как одна из локальных проблем безопасности, в частности, затяжной конфликт в Карабахе, связан в более широком плане с пространственным развитием Евразии, и вообще какие перспективы, будет ли это пространство оставаться пространством конфронтации или станет таким шансом для нового развития кооперации. Ну, если в контекст немножко погрузиться, то в целом, особенно в регионе Евразии, мне кажется, исходя из пространственных характеристик, в принципе, быть мостом или хабом очень выгодно и престижно, и многие регионы хотят в этом плане развиваться. И Южный Кавказ таким субрегионом, конечно, может рассматриваться, как мост между Европой и Азией. Здесь есть большой потенциал для развития многосторонних инфраструктурных проектов, однако здесь сохраняется уже долгое время повышенная монополитическая напряженность, поэтому это препятствует развитию, в том числе, транспортных путей. И как раз Нагорно-Карабахский конфликт, это, пожалуй, самая горячая точка на Южном Кавказе на протяжении всей постсоветской истории, уже более 30 лет. После того, как в начале 90-х конфликт был остановлен и заморожен, напряжение удалось снизить, но также были заморожены и связи транспорт в регионе, закрыты границы не только между Арменией и Азербайджаном, а между Арменией и Турцией. И косвенный экономический ущерб от этого конфликта и разрыва связей, конечно, понесли и соседние страны, Грузия, и крупные страны, регионы, Россия, Турция и Иран. И вот в 2020 году произошла Вторая Карабахская война, которая изменила статус-кво в регионе. Да, и Азербайджан вернул себе все районы, окружающие Нагорный Карабах, были видены российские миротворцы, чтобы гарантировать безопасность самого Карабаха. И вот вопрос о том, как будет решаться статус, подлежал дальнейшему регулированию. И одним из, что относится непосредственно к моему докладу, одним из ключевых пунктов трехсторонней декларации глав России Армении и Азербайджана по итогам переговоров стало разблокирование экономических транспортных связей в регионе. И вообще, конечно, трансформировать прежде опасный, очень долгое время заблокированный конфликтный регион в открытое пространство, это очень привлекательная идея, сказать, что был такой длительный конфликт, и сейчас мы его открываем и даем ему новый импульс. Это выглядит очень здорово. Но реальность, она, конечно, накладывает ограничения. Вот здесь кадры, можно подумать, что это одни из какого-то далекого прошлого, другие из светлого настоящего. В принципе, это кадры, которые соседствуют между собой. Вот это вот заброшенная железная дорога, этот туннель сверху, слева, который проходит на границе Азербайджана, Армении и Ирана, существовала эта железная дорога, а справа это то, что Азербайджан сейчас очень активно пытается восстановить как раз эту железную дорогу и строить. То есть, ну вот как раз долгие десятилетия сохранилась такая картина, сейчас она активно меняется. Соответственно, вот это изменение ситуации, оно дало импульс развитию многим международным проектам. Во-первых, это достаточно известный и сейчас активно развивающийся транспортный коридор север-юг, который связывает Европу через Россию со странами Персидского залива и Индии. И ему в некотором смысле противоречит и приступает в конкуренцию коридор Восток-Запад. И, собственно, оба эти коридора, они, в общем-то, выгодны для многих стран. Но развитие этих трансконтинентальных коридоров, оно серьезно зависит от состояния отношений и реализации проектов между сторонами конфликта. То есть, как они договорятся дальше, во многом зависит будущее этих крупных международных проектов. И, соответственно, стороны заинтересованы в разной степени строительстве разных коридоров. Для Баку очень важным является строительство Зангизурского коридора через Армению, чтобы связаться с Нахичеваном. Но это более такой внутренний проект, получается, для Азербайджана, очень важный стратегический внутренний проект. Но также он позволяет выйти на международные связи, связать с Турцией, укрепить связь с Турцией. Опять же, Россия получит связь с Турцией более прочную. Ну, Ереван, Армения заинтересованы немножко развивать также связи, но укреплять больше линию с Турцией, если удастся улучшить отношения. И, опять же, при поддержке Ирана есть альтернатива вот этому Зангизурскому или Мегринскому коридору в виде линии как раз с севера на юг. Да, вот Тегеран-Жульсо-Иракс. Она также будет проходить на Хичеване. То есть тут получается, что накладываются интересы, что Армения и Азербайджан должны договориться с одной стороны, а с другой стороны есть интересы крупных держав, и они, ну, кто-то больше заинтересован в линии север-юг, кто-то восток-запад. Вот. Получается, что здесь сходятся разные интересы и пространственные видения, они пересекаются, но пока все-таки эти проекты в большей степени конкурируют все-таки между собой, чем взаимодополняют, потому что геополитические противоречия сохраняются и даже усиливаются. Здесь иллюстрация как раз некоторых проектов, которые могут связать эти регионы как раз. И здесь вот тоже иллюстрация того, какие железные дороги не действовали, после конфликта были заморожены. То, что может быть восстановлено, во-первых, а во-вторых, например, со стороны Ирана может быть построено тоже несколько путей, дополнительных железных дорог и автодорог, которые усилят также связь с Азербайджаном и также с Ираном. Здесь просто немножко по-другому, да. Ну, здесь показано, сколько, в принципе, совершенно не такие большие участки для того, чтобы их построить, поэтому с экономической точки зрения не такие большие инвестиции, скорее, больше сложности в том, чтобы политически договориться, да, потому что даже вот такой проект, как Зангизурский коридор для Азербайджана, он требует согласования с Арменией. И там участок небольшой, 40 километров, но это все равно международный коридор, даже при том, что он связывает Азербайджан просто с собственным эксклавом, что, конечно, является такой большой проблемой для Азербайджана. Есть также проект, чтобы, если Армения будет как-то препятствовать этому, можно, в принципе, как альтернатива договориться с Ираном. Но, учитывая, что отношения Азербайджана и Ирана также находятся сейчас в кризисе, опять же, это требует новых политических договоренностей. Вот, то есть непростая очень такая политическая, геополитическая ситуация в регионе, она препятствует развитию проектов, поскольку, несмотря на то, что даже это не такие большие инфраструктурные проекты, может быть, они требуют все-таки устойчивого развития договоренности на протяжении хотя бы какого-то горизонта, нескольких лет, хотя бы среднесрочного планирования. Пока, к сожалению, это довольно сложно осуществить. И, в принципе, как раз если отвечать на вопросы, то в целом в конфликт в Карабахе, или его замороженное состояние, или вот сейчас развитие этих путей, которые может происходить, оно влияет все-таки больше на логистику внутри субрегиона, и в целом существуют многообразные достаточно логистические пути, которые позволяют обходить этот конфликтный коридор. Ну, например, если не пространство Армении и Азербайджана, если не здесь, да, вот тот же транспортный коридор север-юг, его можно построить и усилить через Казахстан и Туркменистан, да, далее в Россию. То есть, в принципе, альтернативы существуют. Ну, вот если мы как раз на карту посмотрим, да, то есть, вот есть, можно обойти Каспийское море слева, да, усилить вот эту вот линию, да, Иран-Азербайджан, вот Карабах, Турция. Но можно обойти его справа, да, опять же, для той же Индии, в общем, тоже существуют альтернативы. В принципе, учитывая, что, ну, отношения с Ираном-Туркменистаном, они не настолько сложные, ну, этот путь может быть более, может быть, реализовать легче. Опять же, существует Каспийское море как альтернатива, да, то есть, морские перевозки также могут осуществляться без строительства, соответственно, сухопутных коридоров. Приходите к выводам, пожалуйста, вот заключительную часть. Да, да, вот, ну, есть как раз довольно много препятствий, это внутренние проблемы, опять же, нерешенный статус Карабаха, отсутствие делимитации границ и продолжающееся все-таки этническое противостояние. Как я уже сказал, все-таки развитие долгосрочных инфраструктурных проектов требует того, чтобы было, ну, было достигнуть какое-то базовое состояние безопасности, которым пока все-таки достичь не удается, несмотря на то, что, да, статус КО сильно изменится. Ну, и также существует много достаточно внешних проблем. И, опять же, вот тот же самый коридор, который ранее был запланирован, да, с севера на юг и развитие связи между Азией и Европой, да, сейчас существует противостояние между Россией и Западом, может сказать, ну, не такое значение имеет. Хотя при этом возникают новые возможности. Опять же, Россия, наоборот, может быть более заинтересована. То есть просто немножко фокус смещается. Вот. И, на про Россию и Индия могут быть более заинтересованы в этом коридоре, чем, например, может быть, Запад. Потому что у него, опять же, тоже существует много альтернатив. И получается, что нужны, все-таки, если этот проект удастся реализовать, то политическим, для политического пространства конкретного субрегиона это будет очень большой успех. Что если все-таки инфраструктурные проекты будут развиваться, и политические споры будут решены, то это придаст очень большой импульс для развития Южного Кавказа. Опять же, для России это тоже очень выгодно, потому что это будет в любом случае, может быть, не основная, но важная вспомогательная ветка для этого коридора северо-юка, может быть, и основная даже. И, опять же, мне кажется, тоже очень важно, и в том числе, кстати, для России, для укрепления связи с непосредственно соседями, это будет восстановлено и усилено, вот это логистическое кольцо, которое раньше существовало, карта советская, но даже восстановить вот это железнодорожное кольцо. И, опять же, если будет особенно реализован проект по восстановлению линий через Абхазию, соответственно, и Армения получит новый импульс для связи с Россией, опять же, будут восстановлены связи с Турцией, то есть, по крайней мере, даже восстановление вот того, что существовало 30 лет назад, придаст очень большой импульс. А если эта инфраструктура будет усилена, то регион очень значительно выиграет в таком внутреннем плане. С точки зрения международной, может быть, это не будет иметь такого значения, хотя перспективы тоже достаточно хорошие. Но, опять же, имиджевый пример, то, что удалось решить такой сложный конфликт, и инфраструктура будет успешно развиваться, в этом плане это тоже, конечно, отличный просто пример такого успешного постконфликтного регулирования. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Коллеги, у нас есть время на один вопрос. Если есть вопросы, Мария и Екатерина. Возможно, у нас получится как-то обвинять ваши вопросы. Большое спасибо за очень интересный доклад. Очень короткий вопрос. Вы описали преимущества для Армению регулирования конфликта и развития собственно трансферной инфраструктуры. А есть ли там внутри политические силы, которые активно за это лоббируют? Или идея конфликта и так далее более преобладает в политическом ландшафте? Спасибо. То, что касается после Второй Карабахской войны, получилось так, что позиции Армении ослабли, а Азербайджан усилился. Это достаточно очевидно. Поэтому, в принципе, Армения как раз очень заинтересована в том, чтобы развивались мирные планы, инфраструктура. Но, например, все-таки это какой-то рычаг и политическое преимущество в том, чтобы останавливать развитие этих инфраструктурных проектов или наоборот развивать. Когда, например, Азербайджан хочет построить Занкизурский коридор и даже говорит, что это возможно как-то территориально сделать, все-таки по международному праву это необходимо согласовывать с Арменией. Поэтому у Армении все-таки есть такой рычаг. Для того, чтобы даже этот коридор инфраструктурным построить, необходимо решить, опять же, проблемы со статусом, проблемы со статусом Марабаха, проблемы с делимитацией границ. То есть получается, что развитие инфраструктуры тоже остается таким рычагом для Армении. Но Армения, конечно, мне кажется, очень заинтересована в экономическом плане для того, чтобы эти проекты были решены, опять же, с учетом ее интересов, чтобы и военная безопасность сохранялась. Потому что для железной дороги меньше препятствий существует. То, что касается строительства автомобильных дорог, Армения больше препятствует этому. Это потому что с точки зрения интересов безопасности это очень важно. Железную дорогу проще контролировать. Но, опять же, вот тут вопросы безопасности сразу же включаются и требуют дальнейшего урегулирования. Спасибо. Спасибо большое. Я предлагаю в скором темпе переходить к следующим докладам. У нас еще два доклада осталось в этой секции. Итак, я приглашаю выступить, вернее говоря, Алину Андреевну с темой «Турецкая Евразия вчера, сегодня, завтра. Как менялся евразийский дискурс в турецкой политике?» Прошу вам слово. Спасибо большое, коллеги, за предоставленное слово. Собственно говоря, тема выступления вы можете видеть на экране. Поговорим мы сегодня о том, как, собственно говоря, Евразию трактуют политические элиты в Турции. Каковы ее границы? Как менялся дискурс? И, возможно, попытаемся даже предопределить его будущее. Собственно, эти вопросы мы сегодня постараемся осветить. Когда начинается евразийство в Турции? Что оно под собой подразумевает? Типологизацию турецких дискурсов в евразийстве. Также проявление дискурсов в турецкой политике. Ну и, да, будущее евразийского дискурса. Особенно актуально это накануне уже предстоящих выборов, которые пройдут меньше, чем через месяц 14 мая. Итак, Турция, несмотря на ее географическое положение, никогда не называлась ни политическими элитами, ни экспертами евразийской страной самой по себе. Хотя, опять же, повторюсь, география это подразумевает. Более того, активизировались разговоры о турецком евразийстве после переименования Тюркского совета в организацию тюркских государств, а также после заявлений действующего президента Режепа Таипа Эдагана о желании вступить в Турцию в Шанхайскую организацию сотрудничества. Это нас подводит к вопросу, каковы границы вообще пространства Евразии для Турции. Собственно, турецкое евразийство можно в определенной мере считать совокупностью различных идеологий. Это и пан-тюркизм, и пан-туранизм, и пан-исламизм. Некоторые также включают неосманизм, но, как мы уже знаем, термин спорный, плюс бывшие территории Османской империи определяются элитами скорее как территории Ближнего Востока, что является другим пространством, поэтому термин едва ли применим. Более того, немаловажным является и то, что все эти термины в определенной мере имеют негативную коннотацию, и иногда были в негативном ключе использованы в большей степени западными элитами, западным истеблишментом. В свою очередь, турецкие элиты, опять же, воздерживаются от подобной категоризации. В этом случае евразийство нам упрощает категорийно-понятийный аппарат, поскольку позволяет избегать спорных терминов и, собственно, размышлять о пределах. Можно выделить три дискурса о евразийстве. Каждый из них мы рассмотрим поподробнее. Первый – это националистический о сотрудничестве тюркских государств без вмешательства империалистических, что также подразумевает Россию. Здесь можно также внести определенную поправку. Не отрицается сотрудничество с такими игроками, как, например, Иран, в том числе из-за наличия в нем тюркских меньшинств. Второй – это мультикультурный о единстве всех евразийских государств, в том числе России, как альтернативе Западу. И западный, который по факту представляет современную внешнюю политику Турции, то есть предполагает сотрудничество как со странами Запада, так и с Россией, так и с следующими странами на всем континенте. В различное время дискурсы сменяли друг друга, и происходило это в зависимости от стратегических целей, а также от общественных настроений. Так, например, в период Тругута Азала и Демиреля на передний план выходили националистический дискурс, хотя он не ограничивался тюркскими государствами, опять же, что позволяет его как раз-таки отличать от пантюркизма. Ярким примером здесь можно обозначить такое нетривиальное объединение, как Организация экономического сотрудничества, которая была создана еще в 1985 году и изначально вообще включала в себя Турцию, Пакистан и Иран. Но в 1992 году расширилась за счет присоединения Центрально-Азиатских республик, а также Азербайджана и Афганистана. Здесь в этот период можно говорить об определенном геополитическом дуализме, простите мне, мультлюизм, поскольку путь Турции в евразийское пространство лежал через сложившееся определенное мышление о единстве братских народов, но в то же самое время также прослеживалась сохранившаяся связь с Российской Федерацией после распада СССР, что в конечном итоге как бы бы надело Турцию перейти от пан-тюркистской составляющей именно к евразийской. Мультикультурный, как уже было заявлено ранее, это взаимодействие всех евразийских государств, в том числе России, в противовес влиянию Запада. Его можно в определенной мере наблюдать в период, например, в тот период, когда, например, министром иностранных дел выступал Ахмед Аутаглу, и когда он опубликовал свою книгу «Стратегическая глубина», в том числе предполагалось создание пространства безопасности, так называемое «Ноль проблем с соседями», в том числе выстраивание отношений с Россией. Сегодня же мы можем наблюдать в чистом проявлении мультикультурное евразийство в деятельности партии Родины до Уперинчека, но на данный момент эта партия является маргинальной, мест в парламенте она не имеет, является ультралевой, но активно продвигает идею о сотрудничестве с Россией, с Китаем, отказ от членства НАТО и прочие антиимпериалистические идеи. Западный, повторимся, это максимально широкий диапазон, достаточно четко его можно было просматривать во время, когда Министерством иностранных дел руководил СМИЛ-ДЖЕМ, то есть это активизация процесса европеизации, в том числе интенсификации его, несмотря на то, что Турция была внесена в список кандидатов на вступление в ЕС только в 99-м году. Соответственно, что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день именно скорее можно говорить о том, что происходило с евразийским дискурсом после 2016 года, это сочетание националистического дискурса вместе с мультикультурным. Вклад в развитие националистических идей вносит сотрудничество правящей партии справедливости и развития с партией националистического движения, которая продвигает как раз-таки идеи пантюркизма. В то же самое время мультикультурный тип проявляется в кризис доверия западным институтам, так, например, по опросам общественного мнения более 60% населения не доверяет НАТО, доверие ЕС колеблется в пределах 50%, а если граждан просят назвать ближайшего союзника для Турции, они отмечают Азербайджан. Порядка 47,2% населения об этом говорит. Также об этом позволяют говорить и различные инициативы. Уже ранее упомянутая организация Тюркских государств, желание войти в Шанхайскую организацию сотрудничества и относительно недавно внесенная также инициатива Азия-основа, которая предполагает расширение сотрудничества Турции со странами вплоть до Юго-Восточной Азии. Что же нас ждет после 14 мая? На данный момент нельзя сказать, что какая-то из партий, которая выдвигается на выборах, отрицает важность евразийского направления, а так или иначе любая партия будет продолжать это направление. Более того, что важно понимать, регион является местом пересечения интересов различных акторов, поэтому для создания определенного баланса интересов, необходимо выстраивать отношения не только со странами региона, но и с внешними игроками, вследствие чего предпочтительным был бы вариант мультикультурного евразийства, который сейчас является скорее доминирующим. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое за выступление. Обращаюсь к аудитории. Есть ли какие-нибудь вопросы? Пожалуйста. Большое спасибо, Алина Андреевна. Действительно, очень интересный доклад и много вопросов, но я все-таки, позвольте, задам вам вопрос, который задавали прошлому спикеру. Все-таки о месте России. Прошлый спикер на прошлой секции сказал, что это конструктор, который и там, и там. И все-таки ваше видение, где место России в турецком диску? Спасибо большое за интересный вопрос. Если мы говорим о, скажем, географической привязке, как было предыдущего спикера, географической привязки нет, поскольку Россия – это в определенной мере также объединение Европы и Азии, примерно так же, как это происходит из Турции. Именно это и позволяет выстраивать отношения и дальше развивать их уже совместно при работе со странами региона. Спасибо большое, Алина Андреевна. Коллеги, last but not least, у нас есть еще один доклад, который представит наши коллеги из Турции на английском языке, поэтому оставшаяся часть секции будет проходить на английском языке, с вашего позволения. So, we have two presenters from Turkey who are going to present our findings on the rising eurasianism. Turkey is a key actor. So, please, Ms. Özgey İrem Aydin and Mr. Ferkan Boziyet, who are with us via the video link, please, if you are with us, could you please join in? The floor is yours, thank you. Hello, everyone. My voice is clear, I guess. Yeah, we can hear you. Firstly, I'm very happy to be here. I cannot express my feelings. It's a very good honor. I'm a researcher at Ajitipa University, and actually, my partner was going to present, but she had a surgery, but she is okay right now. So, I will be doing this presentation. It will be mainly about the transformation, both the idea of Eurasianism and Turkey's attitude towards it, and the non-regional powers' role and geopolitical and economic political roots of Eurasian movement will be examined, and the stages and reasons for the rise of Eurasianism as a concept from time to time will be examined. While doing this, the Eurasianism initiatives adopted by Russian Federation, the most important power in the region, will be investigated, taking into account the conditions of the period. It was also had a transformation in the beginning of the 2000s. And the main point is that Turkey is the most important actors in the region for this concept, one of the most important actors within this transformation. And Turkey's orientation towards Eurasia and the development of Eurasianism within the region. And on the other hand, the non-regional powers, their struggle over this region, including Turkey, because it is hardly a Eurasian country. And Turkey's role in these struggles I will be presenting. And perhaps at the end of the presentation, the paths to be followed in the Niamh government on the eve of Turkey's elections on May 14th, will be presumed. To begin with, Eurasia has been attributed to a special place since the emergence of geopolitics as a discipline. And also due to its location, its popularity in international relations has increased from time to time. And it has been studied extensively in the literature from various perspectives. Although there is no definite consensus where, you know, about the limits, the borders of Eurasia. But the one can talk about a region starting from the Eastern Europe, extending the borders of China in the East, Russia in the North, and the parts of Afghanistan and parts of Iran in the South. It can be told like this. Since the borders are so wide and different cultures, so various political structures which is included in the region, it is impossible to consider a homogenous and fully integrated Eurasian region. And in the 20th century, although geopoliticians like Mekander often referred to geography when speaking Eurasian's importance, it went beyond over the time. With the influence of the rising regionalism movement all over the world, important steps have been taken in the formation of geography's own political economy. In this context, these emerging regionalist and geoeconomic approaches be taken into account on the formation of the spatiality of Eurasia. And when we start with the reemergence of Eurasianism, which is also called neo-EuroAsianism, concerned, conceded with the dissolution of the Soviet Union and during this period it was pointed that West had different conditions and difference touches from this region, especially by Russia. Ideologically, it is called a third way Я считаю, что это зависит от существующих идеологий. Основной основой для этого был Александр Бюгин. И один из важных элементов этого концепта был в роли статей, статей-сентрический подход. И Урагинским сообществом сообщества и все эти цели объявлены на партнерсий, что статьи с другими статей может обеспечить их собственную цель и их религию. И, уними, когда мы говорим о нон-ролигеологии, особенно США, они текут на их положение в регион. Especially after 9-11, the U.S. appeared in the former Soviet geographies in early 2000s. It established military bases in Uzbekistan, Tajikistan, and Kazakistan. And the following periods in this situation turned into a struggle of Western so-called values. With the popular uprising, colorful revolutions, democracy and human rights disorders as Arab Spring, it also was the same in this geography. The West has brought the government, which they want, into power. They changed presidents and governments as they wish. And, however, afterwards, the Russian Federation attempted to restore and consolidate its hegemony, we are seeing in the beginning of the 2000s. In this struggle also, Turkey's position has perceptibly shifted to Eurasianism. And we would like to point out something here, that this attitude of Turkey is not a new concept. It hasn't been applied since 2015. It was applied especially within the Soviet governments and Turkish governments. And it actually started in the mid-1950s. So... Excuse me, Mr. Bozi, could you please proceed to the conclusions, please? Yep. Could you please proceed to the conclusions? It's just... Could you please proceed to the conclusions? Basically, the time limit is almost up. Okay. Okay, okay. I'm sorry. I will be fast. The side of Turkey, which is also a natural country, plays a critical role deepening structure. And, moreover, although it's not on the agenda relatively, the melting of glaciers in the Antarctic in the future with the climate change brings with a great struggle from today on. Eurasia's northern ice sea will be accessible. And this transformation of Eurasia, both geopolitically and geographically, it will change a lot of things. And these huge natural resources, it makes attractive other powers. And in this period, Turkey's period... Turkey's distancing from the West, especially the USA, with political outputs and social adoption, the question of adoptions of Western-based political economy, the approach with the post-Soviet Turkey countries in Central Asia, where they have common roots, has been effective in crystallizing the shift into economic and political cooperation on Eurasia, including China and other important regional partners. And afterwards, in the 2000s, Turkey followed the polarized relations with Russia, over Central Asia and Caucasus, the establishment of alternative oil lines, especially in Caucasus and Black Sea. Turkish-Russian Federation competition becomes cooperation. And similar policies in the region also strengthen this cooperation. The source of this energy-oriented cooperation was the rhetoric of AKP government. which came to power in 2003, being a regional energy center. So this is very important. And on the other hand, 2000s were the years when Turkey strengthened its relations with Central Asia. And conference on interactions and confidence-building measures, it is very important. And as 2000s, Turkey has taken actions to maintain and increase its effectiveness in the Eurasian region by trying to strengthen its connections with the states and historical ties such as Caucasus and Central Asia. especially with Russia through energy-centric cooperation. It has already deepened strategic duties role as a bridge, both economically and politically. All these have made Turkey one of the most important actors of the rising Eurasianism movement among both regional and non-regional powers. All right, Mr. Bouzzi. Is that all? Or if you need more time to develop on your thoughts, you could just do it at the Q&A session. So I believe we have questions from the audience. Yeah, one question from Alina Venigura. Yeah, the floor is yours. Thank you. Thank you very much for your presentation. So the question is, considering current world transformation and the current Turkish policy that Turkey is conducting in the region, does Turkey really need Russia to build up the concept, the infrastructure, the policy on the Eurasian continent? Or if it does, are there any obstacles that Turkey is facing so that it can make its own policy here? Thank you very much. It's a very great question. Actually, yes, Turkey really needs Russia because Russia is the most important actor in the region, both with historically and politically. So without Russia, yeah, Turkey can do something, but it wouldn't be, you know, very useful and fruitful things. So yes, Turkey needs Russia and also Russia needs Turkey in this position too. It's a mutual thing. But yes, there are some obstacles about this issue because sometimes we are seeing Russia and Turkey at the opposite sides of the, you know, foreign policy. For example, in Libya, we have different attitudes and in Syria, there are, you know, we have oppositions and different policies. But with this concept actually, these are obstacles that not be, it is not that cannot be, you know, overcome. It will, it will be easily overcome by the countries. Yeah, that's it. And it will be very useful for both Turkey and Russia in the name of neo-Eurasianism. All right, thank you, Mr. Bozit. I think that's kind of all with the speakers and for some concluding spells for this session. We can turn back to Russian. Yeah, we will go to Russian for the last part of our session. We can turn back to Russian. Then, first of all, my expert is to have some guests. To be honest, I would like to say. After the last part of the session. We will be able to explain the hearing. По мнению нашей аудитории, 26 ответов мы получили. Процессы будут характеризоваться образованием нескольких региональных кластеров с выраженными центрами силы. 13 опрошенных ответили именно так. И второе место занимает ответ D. Увеличение роли вне региональных держав. Дальше третье место занимает ответы V и G. Это стяжение экономического, политического и других пространств в единый макрорегиональный кластер. И G это возвышение одной из стран региона в качестве центра силы. Теперь хотел бы передать слово нашему эксперту Станиславу Александровичу. Наверное, минут 7 у нас есть для заключительных комментариев. Спасибо. Спасибо большое. Относительно опроса, на самом деле я отвечал, тоже ответил на вопрос А, но я ответил его в контексте, что кластеры будут формироваться под воздействием внешних игроков. Это то, о чем я говорил, что вопросы во многом пересекаются. И здесь мы уже сейчас видим определенную перестройку в экономическом плане. Казахстан старается встроиться в европейское пространство с точки зрения стандартов. И вот как раз первый доклад по климатической повестке показывает, что Казахстан пытается как раз отстаивать такую более гибкую повестку по стандартам климатическим внутри ЕС. Он во многом является таким лоббистом для того, чтобы иметь возможность встраиваться во внешние игроки. По Таджикистану, по Киргизии, которые в экономическом плане достаточно слабы и ищут возможности для инвестиций извне, приходит Китай. Поэтому здесь картина достаточно сложная. Конечно, отвечая на только один вариант ответа, очень сложно описать то представление о том, как регион будет развиваться. Относительно нашей сегодняшней сессии, мне кажется, она вышла у нас очень продуктивная, очень интересная. И Наталья Юрьевна в своем докладе обозначила разность подходов Европейского Союза и ЕС по стандартам климатическим. И на самом деле, если мы посмотрим, например, по вопросам интеграции, тот же украинский кризис – это прямое следствие тех же экономических стандартов. Если вы помните, одна из причин свержения Януковича было как раз решение о том, что Украина не будет подключаться к общему зоне экономического пространства с Европейским Союзом, который достаточно строго подходит к такого рода вопросам. И вот климатическая повестка и климатические стандарты – это тоже являются важным элементом такого геополитического инструментария Европейского Союза, который старается за счет расширения влияния своих стандартов и своей юрисдикции, скажем так, в этой отрасли, пытается расширять свое влияние. Я полностью согласен с выводами Натальи Юрьевны. Алексей Игоревич обозначил индийскую стратегию и также полностью согласен с его выводами. Он исходил из внутренней повестки, которая есть в Индии, и те риски и вызовы, и цели долгосрочные, которые перед Индией стоят. И во многом Центральная Азия не является приоритетом для Индии. И как человек, который занимается в первую очередь Центральной Азией, подтверждаю этот вывод, потому что в целом и уровень инвестиций, и даже министерские встречи не могут серьезным образом поменять то невысокое значение и влияние Индии как внешнего игрока для Центральной Азии. Конечно, для этого есть и объективные причины, и географическая удаленность расположения того же Пакистана и Афганистана между Индией и Центральной Азией. Но, тем не менее, Индия могла бы играть гораздо более значимую роль, и запрос на это в Центральной Азии есть. В относительно доклада Сергея Владимировича Ростольцева, в целом основной посыл я соглашусь с ним, но подключение того же Северо-Юга как заложника неурегулированности Нагорно-Карабахского конфликта, я бы, наверное, все-таки был более осторожен в корректировках, в формулировках, потому что Северо-Юг изначально и не рассматривался как маршрут, который включает и Армению, потому что это в первую очередь и Иран, Азербайджан и Россия. То, что с урегулированием, с началом урегулирования Карабахского конфликта после Второй Карабахской войны появились варианты решения других логистических вопросов. В первую очередь для России важно, например, получить сухопутную связь через азербайджанскую железную дорогу с Арменией, что заметно усилило бы возможность нашего экономического взаимодействия, которое сейчас ограничено тоже географией. И в целом по Северо-Югу был упомянут, например, восточный полигон, восточное направление. Оно тоже ограничено в мощности, потому что в первую очередь упирается в ограниченные возможности иранской железной дороги. Это на самом деле самая основная проблема для реализации Север-Юга, потому что Иран так и не может полноценно запустить свою транспортную систему. Заключительная часть нашей сегодняшней панели была посвящена турецкому вопросу. И было очень интересно услышать гектаринальный дискурс турецкий у Алины Андреевны. Спасибо большое. Мне изначально прислали аннотацию доклада другого спикера турецкого, и там основной тезис был достаточно спорный, с которым можно было бы подискутировать. Они заключались в том, что Турция является ключевым, скажем так, партнером России на евразийском направлении, что не является на самом деле справедливым утверждением, потому что Турция во многом является с конкурентом нашим геополитическим в регионе. И отчасти спикер, отвечая на вопросы, эту тему несколько подсветил, но опять же в том ключе достаточно таком прагматичном, что мы можем сотрудничать. Хотя по факту мы видим, что приведенный пример сирийского урегулирования, где Россия и Турция оказались по разные стороны баррикад, условно говоря. То же самое мы примерно наблюдаем и в Центральноазиатском регионе, потому что Турция в первую очередь все-таки преследует свои интересы и старается в любых нишах найти для себя возможности для политического влияния, наращивания сотрудничества в сфере военно-технической. И порой играет в пику России, поэтому здесь тоже нельзя однозначно утверждать, что Турция наш партнер в регионе и преследует какие-то общие интересы. Все-таки Турция играет в первую очередь в интересах своих собственных и с точки зрения видения того, каким образом это способствует турецкому усилению вообще в мире. Наверное, я здесь остановлюсь. Большое спасибо за интересную панель. Я с большим удовольствием выслушал все доклады и очень много всего для себя подчеркнул. Спасибо, Санислав Олександрович. На этом объявляю секцию закрытой. Если у нас есть пару минут на кофебрейк, то давайте воспользуемся. Всем еще раз спасибо. 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 Спасибо.